Добрый день, дорогие зрители и подписчики моего канала. Сегодня у нас большой праздник, Рождество Христово. Поэтому я поздравляю всех вас с этим праздником. И пусть в ваш дом придут счастье, мир, добро, здоровье, благополучие и достаток. И пусть исполнятся все ваши заветные желания и мечты. Друзья, я вот читаю те комментарии, которые вы оставляете под мимой видео, и понимаю, что есть вещи, которые раскалывают украинское общество на части. И это в первую очередь вопрос о продолжении военного положения и вопрос мобилизации. Те украинцы, чьи родственники сейчас находятся на фронте, естественно, очень хотят, чтобы поскорее была ротация. И поэтому они за проведение тотальной мобилизации. А родственники тех мужчин, которых еще не призвали, особо не горят желанием, чтобы их мужчины отправлялись на передовую. И, конечно, и тех, и других в какой-то мере можно понять. Я уже неоднократно говорил, что я лично за то, чтобы война поскорее закончилась. Мы же с вами понимаем, чем дольше она будет продолжаться, тем больше мы будем терять наших соотечественников. А по моему мнению, самое ценное и самое важное, что может быть, это человеческая жизнь. Ой, не хочу я дальше развивать эту тему, а то я сейчас наговорю лишнего. Давайте вернемся к теме, которая сейчас наиболее тревожит наше общество. И так, не унимается министр обороны Умеров. Каждый день он делает все новые и новые заявления касательно мобилизации. Так, вчера в интервью с Суспильному он заявил, что в ближайшее время новый законопроект о мобилизации уже могут зарегистрировать в Верховной Раде. Найближчим часом, это в днях, мы поспілкуемся и договоримся с Верховной Радой, когда мы будем рееструвать его и будем пропонировать на рассмотрение Верховной Рады. Сегодня мы говорим, что есть, например, это не обязательно, потому что это категория людей. То есть, сколько у нас населения, с количеством населения, например, там, с 18 до 60. Сегодня, as of today, как то говорят, 27-60. Если будет 25, мы будем, например, просить с 25 до 60. То есть, мы хотим, во-первых, сделать облик. Изменения, которые предлагаются в этом законе, мы с вами уже обсуждали неоднократно. Их у себя на странице в Фейсбуке первой анонсировала Марьяна Безуглая. Но министр обороны основной упор сделал на изменения призывного возраста. То есть, предлагается призывать мужчин не с 27, а с 25 лет. Но ведь перед тем, как вносить такие изменения в закон о мобилизации, нужно открыто заявить обществу, что, мол, дорогие украинцы, мы посчитали, что если мы изменим призывной возраст и начнем призывать мужчин с 25 лет, то тогда дополнительно сможем призывать в армию 5000 или 25, или, может, 50 тысяч мужского населения. То есть, это я веду к тому, что мы должны осознать целесообразность таких изменений. И самое главное, нам должны сказать, а какая польза будет от того, что мы начнем призывать мужчин с 25 лет. А может, мы призовем всего лишь 5000 25-летних воинов, и окажется, что на общем фоне военных действий это количество ничего не решит. То есть, мы положим еще 5000 молодых жизней, а толку от этого не будет никакого. Вот это мне в первую очередь хотелось бы услышать от министра обороны, а не слушать, как он переливает с пустого порожнее. Но какие бы там изменения не были, украинское общество сейчас взволновало совсем другое. Всех волнует та цифра, которую на итоговой пресс-конференции назвал президент Зеленский. А он сказал нам, что дополнительно нужно мобилизовать 500 тысяч человек. И хотя секретарь СНБО Данилов сказал, что мобилизация этих 500 тысяч состоится, но не в ближайшее время, в регионах начали проходить странные вещи. Так очень резонансное заявление сделал бывший советник мэра Ивана Франковска, а ныне действующий военный 72-й бригады Назарий Кишак. Он заявил, что с 28 декабря в рамках мобилизационных мероприятий в каждом городе и области будут установлены контрольные блокпосты. И на этих блокпостах будут выдавать повестки. Он добавил, что ребят нужно менять. Мажоры, дети пафосных деятелей, блогеры, все попавшиеся пойдут в пехоту. В нашем государстве война, без обид. И вот тут у меня сразу вопрос возникает. А кого он подразумевает под детьми пафосных деятелей? Понимаете, какое-то размытое словосочетание. Ведь можно же сказать более конкретно. Детей наших народных депутатов. Детей работников кабинета министров. Детей других наших высокопоставленных чиновников. А можно еще и фамилии назвать. Или Кишкатанка. Также вчера выступил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко. Давая интервью Deutsche Welle, он сказал, что те, кто добровольно хотел пойти служить в армию, те уже закончились. И тут мы столкнулись с проблемой, которой раньше не было. У нас не оказалось резерва. Тие добровольцы, которые хотели добровольно пойти до ЛАОС для того, чтобы чинить опер, они закончились. И мы увидели новую проблему, с которой не стыкалось раньше, что люди не очень понимают того состояния, в котором сейчас остановились те, кто воюет уже два года. То есть люди виснажены, им нужно отчасти, им нужно восстановить усилия. И для того, чтобы все сделать, у нас должны быть резервы. Короче, в Украине не осталось добровольцев, желающих идти в армию. В общем, друзья, все сводится к тому, что у нас начинается тотальная мобилизация. Что это такое? Такие города, как Одесса и Днепр, уже знают, что это. Чуть позже мы об этом поговорим. И я чуть позже покажу несколько видео. Ворог несе очень большие втраты. Но Ворог научился их очень быстро поповнювать. И мы должны делать так, чтобы не отставать от этих темпов. Но вы же понимаете, когда люди веком 50-55 лет, а в тот момент 25-летние хлопцы не мобилизуются, это не очень справедливо. То есть 25 лет – это и есть тот стан человека, любого человека, как говорят, в развитии сил. И если вы посмотрите на тех, кто воюет с того боку, то там основная масса – это молодые хлопцы. Но вы поняли. Все сводится к тому, что воевать должны 25-летние ребята. Я видео с этим генералом выложил у себя в Телеграме. И когда я почитал комментарии, то там все как один пишут с большим возмущением. Вспоминают детей Данилова, детей Порошенко, детей наших народных депутатов. Пишут, что вся семья министра обороны Умерова находится в США. Отец, родной брат, жена, дети. Пишут, что ни один высокопоставленный чиновник своего сына на фронт так и не отправил. Ну а теперь давайте поговорим о той тотальной мобилизации, о которой нам все эти генералы постоянно рассказывают. Я вам сейчас хочу показать отрывочек из видео. Это видео в полном формате есть у меня в Телеграм-канале. Это яркий пример того, как будет осуществляться тотальная мобилизация. И как мы видим, она уже так и осуществляется. Этот конкретный случай произошел в Черновцах. Мы видим, как по тротуару идет прохожий. К нему подходят несколько сотрудников ТЦК. Видно, что особого желания общаться у него с ними не было. Они хотят применить к нему физическое воздействие. Он оказал сопротивление. А дальше один из сотрудников ТЦК подошел к своей машине, взял оттуда автомат, подошел и прикладом ударил этого мужчину. Это, чтобы вы понимали, один из методов тотальной мобилизации. И поверьте, такое на улицах наших городов мы теперь будем видеть очень часто. И самое главное, что этому ТЦКшнику за это ничего не будет. Скорее всего, им сейчас полностью развязали руки. И сказали любым способом доставлять военнообязанных мужчин в ТЦК. Я уже выкладывал видео с одним из военных командиров, который говорил, что ему в подразделении не нужны бойцы, которых с применением физической силы забирали в армию. Как он сам сказал, что от них, как правило, потом толку никакого нет. И еще, мы очень часто будем видеть вот такие ситуации на наших автомобильных дорогах. Это уже город Полтава. Вы видели, как военные останавливают маршрутные автобусы и троллейбусы. И вручают там повестки. А иногда бывает, что сотрудники ТЦК подгоняют свой автобус и сразу туда из маршруток перегружают мужчин призывного возраста. И сразу везут их в военкомат. Это тоже один из методов тотальной мобилизации. И еще, друзья. Я очень часто в комментариях считаю, как многие из вас все чаще начинают писать, что, мол, ничего-ничего, после окончания войны наши военные, которые вернутся с фронта, мигом наведут порядок в Украине. Друзья, я хочу, чтобы вы не спешили с выводами. Дело в том, что рост популярности военных, он может быть очень опасным для государства. А если такой рост популярности военных будет усиливаться, тогда в Украине может возникнуть внутренний кризис. И последствия могут быть самые невероятные. Могут возникнуть такие жесткие ситуации, когда мало не покажется никому. Я просто детально не хочу описывать, что может быть. Надеюсь, вы и так сами догадываетесь. А касательно тотальной мобилизации тех методов, которые применяют сотрудники ТЦК, мое мнение, ни к чему хорошему это не приведет. Маннергейм когда-то говорил, что перед тем, как призывать людей защищать свою страну, нужно сделать так, чтобы им было что защищать. А что сейчас есть у нас? Коррупция, антисоциальная государственная политика, повальное нарушение прав человека. И получается, что украинцам нечего защищать, кроме своей семьи. Но огромное количество наших сограждан понимает, что проще выехать из страны, которая не беспокоится о своих согражданах. К сожалению, друзья, как не тяжело это осознавать, но мы сейчас находимся на краю пропасти. Вот на такой печальной ноте я заканчиваю сегодняшнее видео. Берегите себя и своих близких, и до новых встреч!